Привет всем любителям физики и физического эксперимента! Сегодня нас ждут опыты с водой, но прежде чем перейти к ним, я хочу сообщить вам очень приятную новость. У нас открывается новый канал «Гетокласс. Просто наука». И на этом канале будут выкладываться интервью с учеными Новосибирского академгородка, но и не только с ними. И первый ролик будет посвящен выращиванию мини-мозгов, которые еще не умеют думать, но зато используются в исследованиях нашего реального мозга. И ведет этот ролик Иван Маслов, и разговаривает он с сотрудником Института цитологии и генетики Татьяной Шнайдер. Мы приглашаем вас посмотреть этот ролик, а ссылка на него расположена в конце этого ролика и в описании к нему. А теперь наш обещанный опыт с водой. Андрей держит в руке пластиковую бутылку с водой, и из нее выведен довольно широкий шланг. А в этот шланг на его конце вставлены две насадки. Так что верхняя насадка имеет очень маленький диаметр. И сейчас я открою ее отверстие. И мы видим, как бьет довольно высокая струя воды. А теперь я снимаю верхнюю насадку, и струя стала толще, но поднимается она на меньшую высоту. Убираю вторую насадку, и струя становится совсем толстой, но бьет она еще ниже. И вот что вызывает недоумение. Ведь, казалось бы, скорость струи и, значит, высота ее подъема зависит от того давления, которое создается в системе. Но уровень воды в бутылке практически не изменился. И, значит, давление тоже не изменилось. Ну, и, казалось бы, высота подъема струи не должна была измениться. В чем же тут дело? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. А еще мы напоминаем вам о нашем новом канале и приглашаем его посмотреть.